МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые телезрители, здравствуйте! Большим удовольствием хочу сообщить вам об очень приятной новости. У нас новорожденный. В системе нашего университета появилась новая структура, очень интересная, с очень интересным названием и очень интересными перспективами. Институт дизайна и пространственных искусств. И я с удовольствием представляю вам директора новоиспеченного института Набиулину Карину Рашидовну. Здравствуйте! Здравствуйте, Альберт! Ну, с вами журналист КФУ Альберт Бигбов. Итак, дизайн. Как много в этом звуке? Продолжая стих Александра Сергеевича Пушкина, можно говорить многое, 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 и об этом мы вам сегодня расскажем. Что за структура? Почему она образовалась сейчас? Покажите, пожалуйста, Карину Рашидовну. Ну, в настоящее время очень большой запрос реального сектора на творческие специальности. И мы знаем даже, если мы смотрим такой горизонт планирования, те стратегические документы, которые сегодня публикуются по профессиям будущего. Мы говорим о том, что часть рутины работ действительно заменят роботы или IT-технологии. Но есть вот те креативные индустрии, которые будут востребованы по-прежнему, и там нужны творческие люди. Спрос очень высок на дизайнеров, архитекторов, на тех ребят, которые делают интересные проекты в интернете, и обусловлены именно этим созданием. Кроме того, у нас сформировалась уже в университете команда, это профессионалы своего дела, и, конечно, создание обособленного подразделения, именно творческой направленности, даст и сотрудникам КФУ тоже новые возможности, новые перспективы. Я хочу сказать, уважаемые телезрители, что вообще дизайн – это вещь сейчас настолько проникла в каждую клеточку нашей жизни. Все, что мы видим от айфонов до нефтеперерабатывающих заводов, все сейчас проектируется именно с точки зрения не только функционального назначения, но и это должно красиво выглядеть и притягивать. В 1919 году в Германии было создано школа дизайна Bauhaus, которая до сих пор один из лидеров на рынке дизайна, и мы знаем потрясающие совершенно школы дизайна, и американские, и шведские, одно только дизайнерское направление вокруг Икея, только чего стоят. И я хочу вас спросить, Карина Рашидовна, вот слово дизайн и пространственное искусство, что их разделяет и почему именно такое название? Как вы верно заметили, Альберт, нам очень важно готовить ребят, начиная от какого-то утилитарного, бытового предмета, от возможности конструировать, проектировать этот предмет, до огромных общественных пространств. И здесь действительно мы в понятие дизайна вкладываем проектирование, конструирование, то есть такие вот исконные смыслы, которые были заложены, а пространственное искусство мы выделили в отдельную группу, поскольку уже сегодня в университете сложилось и национальное искусство, национальный компонент, национальное творчество, и пространственное искусство прекрасно как раз вбирает в себя понятие и этой компоненты национальных искусств, прикладное, декоративное искусство, но в то же время и открывает такие возможности, как мастер-планирование, архитектуру, скульптуру, то есть это широкое понятие, и мы говорим как раз о том, что предметно-пространственная среда жизнедеятельности человека, все это как раз и предмет изучения для наших студентов. Причем мы знаем, что первые курсы, они так традиционно, всегда универсальными компетенциями детям помогают овладеть, ребятам, студентам, а старший курс это уже наша специализация. Например, много ребят уезжает и за рубеж, и они очень там востребованы, уезжают или уже на работу, уезжают или продолжают свое обучение, и там развито такой элемент, как сопроводительное письмо от научного руководителя, который сопровождал на учебе здесь, в России. И как раз очень важным аспектом это нужно отразить специализацию. В рамках курсовых проектов, дипломного проекта, ведь творческие занятия, творческие направления подготовки, они всегда предполагают индивидуальное трек обучения. И как раз вот в этом сопроводительном письме важно отразить, какая же наклонность, специализация была у этого студента. И поэтому мы как раз и говорим, что это очень важно, понять универсальные компетенции и в то же время своя специализация. Вот раньше в Казанском федеральном университете само направление дизайна и пространственного развития, оно было раздроблено. То есть сначала там у нас в Институте филологии массовых коммуникаций была кафедра дизайна, потом занимались пространственным развитием и в Институте экономики и финансов. И вот вроде бы как-то... Вот почему именно взяли и все-таки объединили в одно, в один институт? Речь идет об объединении, да, вот я насколько понимаю? Все верно. Здесь вошла в состав структуры Института дизайна пространственных искусств и Высшая школа ландшафтного дизайна. Действительно все принято было решение аккумулировать в одном институте. Опять-таки я отмечу, что это просто запрос реального сектора экономики. Плюс у нас возникла такой же запрос, связанный с промышленным дизайном. То есть речь идет не только о том, что мы вбираем в себя все компоненты творческие, какие присутствовали в университете, но и добавляем новые элементы. В частности, это проектирование, пространственное проектирование. И мы знаем, у меня ведь есть уже определенный опыт управления образовательным процессом в сфере архитектуры и дизайна. И мы знаем, что ребята могут участвовать в реальных проектах, делать рабочую документацию, зарабатывать уже с третьего курса достаточно неплохо на своем творчестве, на своей профессии. И поэтому вот это пространственное проектирование, оно сегодня очень востребовано. И ребенок всегда будет, честно говоря, кусок хлеба всегда себе заработает, обладая вот этими компетенциями. Плюс мы еще говорим о промышленном дизайне. Совместно с Агентством инвестиционного развития в начале года мы проводили опрос промышленных предприятий Республики Татарстан, у крупных, как же они относятся к такой нашей идее о развитии промышленного дизайна. Ведь сегодня очень мало вузов в России, которые сохранили подготовку, делать это качественно, запрос был очень высокий. При этом мы думали, что мы будем работать, мы ведь учебные, они будут давать нам учебные кейсы, мы будем их отрабатывать. Но очень большой запрос нас сразу начали просить уже готовых специалистов, хотя мы понимаем, что процесс обучения требует нескольких лет, прежде чем сможет наш обучающийся прийти на предприятие. И больше половины этих предприятий, это крупный бизнес, они сказали, что они готовы участвовать финансово и финансировать разработки, научные исследования, связанные с промышленным дизайном. То есть настолько высокий спрос, да? Высокий спрос. Особенно то, что касается упаковки, плюс запрос на экологичность есть, хотя все ответили, что экологичные продукции, экологичные элементы, элементы, это дорого, но тем не менее такой запрос остался, сохранился. Это есть и у потребителя. И вот в первую очередь упаковка, и это легкая промышленность. Профессиональный образовательный стандарт позволяет нам готовить как раз в рамках направления дизайн ребят, которые смогут работать и в легкой промышленности, и автомобилестроения, что как раз допустимо, поэтому мы так достаточно тесно с ними, с этим предприятием предпочли сотрудничество и вывели их спрос. Кроме того, сегодня у нас есть заказ на реальную работу, она связана с устойчивым развитием исторического поселения одного из городов республики Татарстан. И также это новая компетенция с пространственным проектированием. Здесь мы говорим и про градостроительство, и про реставрацию, и про архитектуру, и, конечно, социально-экономические аспекты, которые все специалисты этих отраслей, они привлечены к этому проекту, соответственно, ребят сразу получают универсальные компетенции, ведь у них также сентября будет возможность участвовать. Насколько я понимаю, вот эта междисциплинарность, соединение междисциплинарности и какие-то еще навыки проектного мышления вырабатываются при таком подходе? Одним из важнейших принципов, которые мы закладывали при создании этого института, это прикладной аспект. Как вот вы верно заметили, что Баухаус отличался, Хутемас, это все прикладные образовательные процессы выстроены под прикладные навыки. И если мы даже посмотрим структуру нашего института, вновь созданную, мы увидим огромное количество мастерских, под которым уже сегодня есть оборудование, оборудование, оно уже что-то имелось в университете, что-то было необходимо приобрести, и это было сделано как раз, чтобы студент не просто обучался в теории, а он видел, как он проектирует один свой предмет, он видит, как это реализуется на производстве, он знает прикладные аспекты. Более того, это ведь возможности заработать, мы ведь понимаем, что сегодня обучение очень дорого стоит, но хорошее обучение того стоит. Ребята уже могут выйти со своими портфолио реальных объектов, они могут подрабатывать в мастерских, которые созданы, и где уникальное оборудование для России. Поэтому я понимаю, что это может быть дорогостоящее, но есть программа Сбербанка, есть какой-то личной мотивации, понимание, что это нужно, но мы со своей стороны, конечно, максимально привлекаем высочайший уровень специалистов и ориентируемся на вот этот прикладной аспект обучения. Уважаемые телезрители, наверное, от вас я задам такой вопрос, может быть, он такой даже дилетантский, многие вот слышат промышленный дизайн, что это за зверь такой, то есть это какие-то дизайн упаковок, вот как вы только что сказали, или какие-то там дизайн нефтеналивных бочек каких-то, то есть это, что это вообще такое? Скажите, пожалуйста. Промышленный дизайн начинается, конечно, с одного предмета, с дизайна одного предмета, который потом тиражируется серийно, и именно вот под этим понимается промышленный уже производство и промышленный дизайн. Но если мы говорим о конкретных уже предметах, конечно, ну, ввиду, видимо, еще моего образования, у меня есть экономическое образование и архитектурное образование, российское, зарубежное, и команда у нас очень тесно связана с архитектурно-строительной отраслью, для нас в первую очередь это предметы интерьера, это предметы экстерьера, например, малоархитектурные формы, это все является предметом промышленного дизайна. То, что связано с легкой промышленностью, столы, стулья, посуда, и вот даже направление фуд-дизайна, мы его тоже рассматриваем и с точки зрения предметного и промышленного дизайна, ведь сегодня отрасли, которые оказывают услуги потребителям, они бытовые услуги, да, они очень сегодня нацелены, также выглядели на цельность на сотрудничество, ведь речь идет о тех предметах, которые делают нашу повседневную жизнь прекраснее, а для них это важно в бизнесе, они должны всегда удивлять. Но я услышал из ваших слов, что не только промышленным дизайном будет жить институт и пространственными искусствами, но ведь еще у вас подразумевается и какие-то прикладные вещи, связанные с народными промыслами, с народным искусством, услышал про ландшафтный дизайн, то есть не только промышленность, да? Все верно, да. Национальное искусство, национальная культура, конечно, это не просто сегодня нам важно сохранить с точки зрения нашей такой миссии, да, в республике, но и это очень востребовано за рубежом. Мы видим на выставках в Милане, на вот неделе дизайна в Милане, насколько востребован национальный компонент в современных предметах. Конечно, это большое искусство, когда из отдельного такого традиционного узора, применив его на элементах одежды или в украшениях, чтобы этот предмет был востребован за рубежом, но мы как раз и призваны и учить, и участвовать в этих выставках, и конкурировать, конечно, да. И еще я бы хотела отметить, что очень важно сегодня в современном мире это эффекты, эффекты в рекламе, эффекты в фильмах, кинематографах. Мы видим, что очень много снимается сегодня вот такой вот продукции. И это как раз про motion design, про коммуникативный дизайн, потому что речь идет о компьютерной графике, о знании хорошим владением программами самыми современными. И мы говорим о том, что важны еще элементы анимации, мультипликации. И для этого мы специально пригласили специалиста и открываем лабораторию анимации, мультипликации. Давайте более подробно поговорим об институте самом, потому что есть отвлеченные понятия, а есть сугубо земные. Вот институт. Какие важные направления, кафедры вы выделите в нем? И кого они будут готовы готовить? То есть на Лоботецкого 34, да, это вы располагаетесь? Левобулачная. А, Левобулачная, прошу прощения. Да, нашим домом станет особняк, усадьба, архитектор Пятницкого. Это историческое здание, но в настоящее время там действительно требуется улучшение, ремонтно-реставрационная работа, и, естественно, мы к этому подготовились. И в плане проекта, ведь это объект культуры наследия, и просто так невозможно зайти туда с кисточками и красками. Мы должны соблюсти все формальности, и это мы тоже предусмотрели. Все уже готово, и двери открыты. Ну, все еще не готово, но за лето нам предстоят ударные темпы, и мы знаем, что сегодня большинство вообще вузов Европы, которые готовят творческие специальности, они также расположены в исторических местах. И это тоже несет определенное... Ведь у нас иногда стены выступают частью обучения, и как раз к истории мы ведь должны относиться тоже с уважением, раскрывать ценность. И я думаю, что вот этот объект, и ребята, когда смогут уже приступить к обучению там, для них это тоже станет, ну, такой вот площадкой для обучения, для реализации своих мыслей. Но в настоящее время, да, 16 июня у нас заканчиваются учебные процессы, которые в этом здании проходят на сегодняшний момент, и можно смело входить уже в такие вот работы, которые можно сделать без студентов. Я завидую будущим студентам учиться в изящном здании, напитывая, пропитываться этим духом, но все-таки давайте сколько важных кафедр, управления, и то, чем, как занимается, чтобы мы могли уже, да, как-то предположить, и наши телезрители могли бы предположить, куда идти, зачем, и кто постарше, куда ребенка. Да, все верно. В Институте дизайна и пространственных искусств открыто отделение проектирования. Это как раз то, о чем я говорила, что здесь мы говорим о пространственном проектировании, об архитектуре, о мастер-планировании, о развитии территорий, и преподаватели этой кафедры, ой, отделения, простите, они обладают именно такими компетенциями. Причем как профессионалы в плане образования, здесь у нас приглашены на работу, так и отраслевые известные специалисты. И конструкторы, и инженеры, и архитекторы, и реставраторы сегодня уже есть, что это, либо они приглашены. Также кафедра конструктивно-дизайнерского проектирования. И мы говорим важный аспект, помимо того, что образ того, что сконструировано, спроектировано, он прекрасен. Важно еще, чтобы он обладал прочностью, устойчивостью, технической возможностью реализации. Без этого наш прикладной аспект просто не может быть выдержан. Поэтому это та кафедра, которая усиливает эту компоненту, связанную с конструктивом. Кроме того, к нам в структуру вошла кафедра дизайна и национальных искусств. И, как я уже говорила, национальные компоненты, художественное творчество. Это все у нас сохраняется здесь. Кроме того, дисциплины, связанные с живописью, такие базовые дисциплины, они также прикреплены к этой кафедре. Важным аспектом является изучение компьютерных программ. Это также будет реализовано на базе института. Но я бы очень не хотела, чтобы ребята выбирали как раз по кафедре свое направление подготовки. У нас сегодня два крупных направления подготовки заявлено. Это дизайн. Как раз у нас здесь моушн-дизайн, коммуникативный дизайн. Это значит, что базовые навыки, они знают основы дизайна, но в то же время уходят к приобретению таких компетенций, как способных хорошо им работать в сфере рекламы, в сфере телевидения, разрабатывать интернет-продукты. А второе направление – это профессиональное обучение. Здесь как раз мы говорим о дизайне среды. Дизайн среды – это интерьер, интерьерная среда, и это экстерьерная среда, то есть все, что находится вне здания. И еще я бы хотела отметить, что вот эти две группы направлений подготовки, они не случайны. Мы видим, что дизайн у нас относится к одной группе направлений подготовки, и обучение там стоит довольно дорого. Если мы посмотрим в прошлые годы, это более 200 тысяч. Это такие нормы, которые мы должны выдержать, они введены для России. А профессиональное обучение, оно как раз дает возможность ребятам очень талантливым, но в то же время не имеющим возможность платить вот такую огромную сумму для своего обучения. Обучаться как раз на профессиональном обучении – это более гуманная цена. В течение нескольких дней я знаю, что приказ о стоимости обучения будет подписан, мы будем знать все цены сегодня. Было бы некорректно мне говорить о них, но тем не менее это вот две разные группы специальностей, под которые по стоимости обучения введены Российской Федерации свои нормы. И это тоже может быть для кого-то очень важным фактором выбора. И как раз мы даем такую возможность. Но при любом варианте, куда бы ни поступил обучающийся человек, он будет иметь возможность доступ ко всем учебно-научным лабораториям, ко всему оборудованию. Он будет иметь возможность, как минимум в рамках обучения с этими компетенциями ознакомиться, который заложен, а где-то уже усилить свою специализацию на старших курсах, выбрать себе научного руководителя и продолжать работать в этой сфере. То есть возможности, конечно, широкие. Хотя образовательная программа действительно предполагает отличия. Количественные показатели. Сколько студентов примет новоиспеченный институт? Мы хотели бы уйти от количества в качество. Это такая вот идеальная модель, которую мы приняли. Конечно, у нас в настоящее время имеются и бюджетные места. Это 87 бюджетных мест в бакалавриат и 7 бюджетных мест в магистратуру. Мы надеемся, что самые сильные экзамены, и вступительные экзамены как раз дадут возможность продемонстрировать свои компетенции ребятам. Но мы еще и предразумеваем платный набор, но, конечно, не превосходящий по численности вот эти бюджетные места. Мы будем отталкиваться, безусловно, от действующих законодательства, от тех средних баллов, которые будут. Вот ребята многие задавали мне вопросы в соцсетях про как раз баллы ЕГЭ. В прошлом году, я думаю, что нужно ориентироваться до 280, за три экзамена. Ведь у нас два ЕГЭ и один творческий. И я думаю, что ориентир, наверное, ребятам стоит брать такой по прохождению. Вот Россия – острая нехватка дизайнеров. Она, можно даже сказать, катастрофически острая, нехватка дизайнеров. Потому что, ну, сколько лет назад мы сами вступили в рынок, и стали востребованы именно те вещи, которые делаются именно во всем мире, в лучших школах дизайна. И не сложилась, не сложилась как таковая отечественная школа. Как раз кирпичиком будет ваш институт в большом здании этой нашей отечественной школы дизайна. И дай бог, чтобы говорили о Казанской школе дизайна, там упоминая ваш институт. Но все-таки, как вы собираетесь набирать преподавателей? Где, кто они? Кому учиться? Кто будет учить? Ну, в настоящее время у нас костяк сформирован. Ведь все эти люди, которые ранее занимались дизайном, преподавали, они ведь сотрудники университета. И самое главное, как минимум, отнестись к этому факту с уважением. В настоящее время это наш костяк преподавательский. Но, как я уже сказала, мы пригласили конструкторов практикующих, мы пригласили практикующих архитекторов. И вот этот архитектурный блок, он тоже для нас очень важен. Ведь где грань между архитектурой и дизайном в рамках компетенции. И действительно такой состав есть. Но я хотела поделиться этими фамилиями немножко позже, из этических соображений. Но, конечно, я познакомлюсь с командой немножко позднее. То есть пока идет процесс восстановления. Но все-таки, насколько у меня есть информация, что действительно приглашены очень сильные специалисты. И я думаю, уважаемые телезрители, дело такое, дело новое и очень перспективное. Я думаю, что следует действительно задуматься об этой манящей перспективе. А вот перспективы выпускников вашего института, когда человек выйдет из стен вашего института, что его ждет? На что ориентироваться? Сегодня время идет так стремительно, что действительно ребята уже в период обучения могут даже как-то заявить о себе, пусть незначительно, но в профессии. И как раз то, что вы сказали, мы ведь набираем лучших специалистов, людей, которые ходят в топ-20 лучших архитекторов России, в топ-200 лучших дизайнеров России. Это то, к чему мы стремились. И благодаря таким учителям, конечно, ребята сразу видят горизонт своей профессии. Они могут возводить здания и сооружения, работать архитекторами на этих проектах. Они могут заниматься развитием территории, например, работая на государственной службе в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. Эти ребята могут найти себя в рекламе. Например, все, что связано с мошен-дизайном. Мы говорим о спецэффектах, об анимации. И это все сегодня смогут создавать наши выпускники. Кроме того, есть еще такое понятие, но мы не часто видим такие элементы, связанные с параметрической архитектурой. Ведь очень серьезно там человеческие компетенции и очень важно исключить человеческую ошибку. Например, одна из мастерских у нас, она как раз предполагает вычислительный проектирный, вычислительный дизайн. Она оснащена самым последним оборудованием, такое только в Штутгартском университете и в Казанском федеральном университете в России. Она заточена как раз под создание элементов среды, параметрической архитектуры, что уникально само по себе, ведь руками собирать это всегда человеческий фактор. То есть и вот такие уникальные компетенции, которые могут быть у ребят, и которые позволяют им чувствовать себя такими людьми мира. Хотя важно, конечно, специалистов в России оставлять, но очень ценно, когда ты видишь, что твой студент, твой ученик, он востребован за рубежом. Вообще мы очень заинтересованы, очень корыстны в том, чтобы наши выпускники, они были успешны в жизни. Поэтому много практиков, много успешных людей к обучению привлечены. Ведь чем меряются вузы? Мне кажется, что они, ну, помимо вот этой вот статистики, они меряются успехами своих учеников. Карит Рашидовна, согласен с вами. Вы уже сказали даже, что есть большой спрос со стороны заказчиков, которые горят желанием видеть у себя кадры. Ну, только качественно подготовленные, квалифицированные. Даже если вот посмотреть рынок труда, возможно, там будут заявлены специалисты, да, но ведь речь идет не о дипломе, не просто о дипломе. Речь идет, сегодня работодатель спрашивает, а что ты можешь, а что ты сделал, покажи, и покажи не на бумаге, а одно дело подвести к своему объекту реализованному, показать портфолио, показать, с кем в команде ты работал. Ну, сегодня такой запрос у предприятий. Что ты можешь? Вот второе название института промышленного искусства, ой, пространственное искусство, прошу прощения, пространственное искусство, и такое я несколько раз услышал от вас, и архитектура, и работа над общественными пространствами. А нет ли пересечений вообще с деятельностью нашего архитектурного института, нет ли конкуренции в этом вопросе, потому что все-таки там школа, традиции и все прочее, и есть это вызов, это конкуренция? На мой взгляд, это про сотрудничество, про то, что ряд вузов действительно сегодня готовят дизайнеров. Здесь у нас и инновационный университет, у них есть подготовка дизайнеров, даже, по-моему, авиационный институт, и у них есть некоторые такие вот позиции, которые действительно могут быть смежные и близки к нашим, которые мы заявляем. Но это ведь все дает определенные конкурентные преимущества Татарстану, конкурентные преимущества в плане того, что абитуриент может выбирать, что для него условия будут создаваться всегда стремительно лучшие. Профессорско-преподавательский состав, отраслевые специалисты, для них тоже есть возможность найти себя в разных вузах города, и там, где у них больше откликается, больше по их направлению деятельности подходит. И, конечно, сегодня идет борьба за кадры, я имею в виду, что за грамотных специалистов, за молодежь, чтобы она оставалась на территории, или приезжали самые талантливые в республику. И мне кажется, что вместе мы образуем такой творческий кластер, вместе со всеми вузами, которые я перечислила, и это, наоборот, дает возможности для сотрудничества, а работы всем хватит, ведь это очень востребованное направление сегодня. А вот у нас, поскольку высокий запрос сейчас на дизайнеров, есть ли какие-то крупные центры подготовки дизайнеров в России, которые будут тоже вашими конкурентами, может быть, тоже будете с ними сотрудничать? Ну, как я уже сказала, мне кажется, что здесь скорее про сотрудничество. Есть Московский архитектурный университет, Мархиев, и, конечно же, у нас тесные человеческие связи. Есть отраслевые объединения, союз архитекторов, например, союз дизайнеров, которые также курируют эту деятельность, в том числе и образовательную, это тоже наши партнеры, несмотря на то, какую деятельность они ведут, прикладную или в плане обучения. Есть Universal University, и это про креативное пространство. В группу Universal University входит Британская высшая школа дизайна, и опыт этого учебного заведения также очень полезен. Но все разные, все имеют свои плюсы, свои минусы, и что дает большой выбор абитуриента. Мне кажется, что это прекрасно. Наш Казанский федеральный университет, Карин Рашидовна, славится. Межвузовским обменом программами, зарубежными стажировками очень много ребят имеет возможность увидеть, потрогать своими руками лучшее, не только в России, но и за рубежом. Планируется ли нечто подобное в институте? Безусловно, мы с командой очень интегрированы в международное пространство, и, как я уже сказала, мы сами помимо российского архитектурного образования учились практически все за рубежом, потому что все-таки это важно сегодня, видеть разные грани своей профессии. Безусловно, какой местности мы, либо мы в Сингапуре повышаем квалификацию, либо мы учимся в Австрии, здесь есть свои аспекты, связанные с территорией, с образом мышления, и мы как раз можем все это интегрировать при реализации проектов. Здесь, конечно, наши ребята тоже им доступны и внутриуниверситетские программы, и мы сами задействованы, чтобы они участвовали в российских федеральных проектах, которые отправляют их на обучение, потом ребята могут приехать, доучиться, либо получить двойной диплом. Это все сегодня часть нашего образовательного процесса, и мы всячески будем при желании студента поддерживать его эти инициативы со своей стороны. Безусловно, это важно. Это важно как и для преподавателей повышать свою квалификацию в разных точках и в разных вузах, так и для студента. Видеть разные границы профессии, открывать для себя возможности, и это дополнительный стимул нам всегда соответствовать, как преподавателям, всегда соответствовать такому мировому уровню. То есть обучение не будет вещью в себе, таким самоедством. Ты не про нас. Будете открыты и миру. Конечно, и нашим республиканским вузам, конечно. Мне кажется, сотрудничать всегда выгоднее, всегда правильнее, чем выбирать какую-то другую позицию. Мы очень к этому открыты. Тем более, что у нас хорошие человеческие отношения, и это тоже нормально. Карина Рашидовна, вот интересы, я заметил интересы не только к самому институту предварительному. Это уже 25 мая, и скоро уже было объявлено об создании института. Но вот сейчас идут и публикации, и сейчас есть и комментарии, и люди спрашивают. не только об институте, но о том, кто его возглавляет. Расскажите, пожалуйста, о себе. То есть расскажите о ваших уникальных компетенциях, о вашем опыте. Что вы можете дать как специалист и как руководитель института? Я сейчас немножко стесняюсь, я не ожидала, что мне нужно будет рассказывать о себе, но тем не менее, моя основная миссия, на мой взгляд, вдохновлять талантливых людей и делать для них пребывание в институте максимально комфортным. Здесь речь идет и о преподавателях и о студентах. Я любой директор института и руководитель какого-либо структурного отделения, в первую очередь, менеджер. И, на мой взгляд, наверное, я работаю как раз именно по специальности, потому что я закончила специалитет, у меня экономика и управление на предприятии строительства. Ну, вот эта вот тема архитектуры, дизайна, это как раз, наверное, очень близкая история в плане то, каким объектом, объект управления какой. Кроме того, так сложилась жизнь, что последние 12-12 лет я работала под руководством Александра Алексеевича Дембича, это известный архитектор у нас, Тарстанет мой учитель, и, конечно, наложил огромный отпечаток, потому что здесь я поняла, что я хочу получать и образование в сфере архитектуры. Это еще было до того, как появились какие-то идеи, связанные с тем, что я возглавлю целую структуру и возглавлю там вот большую команду архитекторов. Мы делали очень много прикладных исследований и градостроительных, это и мастер-планы, и отдельно объекты, здания, сооружения, поэтому мне очень не хватало как раз в предмете в архитектуре знаний, поэтому получила такое вот образование. Потом мы выезжали, учились в Германии, учились в Австрии, ездили в Сингапур, ну, это уже понеслось. Но что еще вы хотели бы вам? Мы заточены под реальные отраслевые объекты, мы делаем эскизный проект, концептуально, мы делаем рабочую документацию, мы проходим государственную экспертизу и на предмет того, насколько соответствует эта рабочая документация норма, стандартам, насколько сметы соответствуют нормам, стандартам, ну, потому что вот такие вот разнообразные компетенции, да, мы, конечно, вот интегрированы сегодня в отрасль, в республике. Карина Вашидовна, я знаю, вы принимали участие в значимых для республики проектах, вот, могу даже один назвать, это проект «Казанский аэропорт». Расскажите, пожалуйста, вот про эти проекты и про ваш опыт. Как я уже сказала, что я вдохновляю команду, что для меня очень важны функции менеджера в этом, но я считаю своей ценностью, что вокруг меня всегда очень достойные люди, это всегда лучшие в своей профессии, это всегда очень интеллигентные люди и человеческие качества иногда тоже очень важны. Аэропорт мы делали, действительно с командой архитекторов, с командой дизайнеров, там стояли задачи, связанные с переименованием аэропорта, он стал аэропорт, международный аэропорт имени Габдула Тукая, это потребовало определенных преобразований, но мы работали в условиях ограниченности ресурсов. Я могу сказать, что эта работа была сначала абсолютно инициативная, потом мы получили некоторые финансированные проектные работы, но скорее мы работали в рамках такого вот интереса, потому что мы же представляли республику для всех въезжающих в Татарстан, в Казани, это ведь очень значимо. Мы привлекали и графиков туда известных, татарстанских, и мы видим, что фасад аэропорта преобразился. Кроме того, вот моя роль, наверное, в этом проекте была в том, что еще мы проводим всегда различные научные исследования, прежде чем реализовать ту или иную архитектурно-дизайнерскую концепцию. Здесь как раз у меня была роль связана с замерами общественного мнения. Мы отрабатывали совместно с различными структурами, и более 15 тысяч человек выразил свое мнение как раз перед тем, как мы внедрили вот эту концепцию серебряные нити, уже ее реализовали. Получилось очень удачно. До сих пор с удовольствием. Вылетаю, прилетаю, и сразу вот дом, милый дом. Я открою секрет, что мы видим, что это могло бы быть лучше, потому что мы разрабатывали концепцию в рамках трех этапов. На первом этапе мы видим, что преобразился немного фасад. Что есть вот это вот памятное место, которое про Тукая, и такое место для фотографий. Мы поставили книги, но мы знаем, что еще были достаточно масштабные идеи, связанные с небольшим сквериком около аэропорта. Это, кстати, было пожелание наших участников. Я думаю, что они будут, вот эти вот этапы реализованы, возможно, немножко позднее. Мы говорили и об инсталляциях, которые могли бы там быть, и это тоже было частью концепции. Поэтому я думаю, что через некоторое время эта концепция будет реализована полностью, а не только первый этап. Плюс мы, конечно, подразумевали изменение некоторых локаций, связанных с торговлей. Ведь сегодня хотелось бы решить вот эти вот павильоны в едином стиле, что также дало бы визуально достаточно комфортное восприятие человекам, людьми, которые там посещают этот аэропорт. И все-таки спасибо за колорит, который сейчас присутствует именно в наших вратах воздушных. Давайте вернемся к нашим абитуриентам. Тех, кто юношам, обдумывающим житье, и девушкам, обдумывающим житье. Какие качества должны быть в человеке, который хочет поступить в Институт дизайна и пространственных искусств? Над чем он должен работать? Что он должен себе культивировать, на ваш взгляд? Скажите, пожалуйста. Мы готовим творческие направления подготовки. Здесь всегда важна некоторая смелость. Смелость раскрыть свой талант. Смелость быть новатором в том или ином деле. Ведь каждый может жить и работать по шаблонам. Но мы ведь про другое. Мы про то, чтобы раскрыть свою индивидуальность. Чтобы обрести те знания, которые позволят сделать это максимально эффектно и качественно. На мой взгляд, что важно, если ребята будут талантливыми, безусловно. Какие-то компетенции связаны с прикладной и их профессиональной деятельностью мы им поможем приобрести. Но им еще и нужна смелость, чтобы заявить о себе и эти площадки, заявления о себе мы тоже дадим. Ведь мы очень тесно работаем с реальным сектором экономики. То есть наши курсовые и дипломные проекты они всегда будут сопряжены как раз с реальной практикой. И это ведь тоже не просто одно дело работать в стол, а другое дело выставлять свои проекты на обозрение. Ведь будут и мы свою деятельность выставляем на обозрение. А нас судят люди. Это ведь тоже определенная смелость. У всех есть свое мнение и с уважением мы к нему относимся. Поэтому будут и сторонники, будут и люди, у которых есть свое мнение по поводу вот тех творческих работ наших ребят. Поэтому, конечно, это... Конечно, хотелось бы, чтобы ребята вот были открыты к тем новациям, которые предстоят, и были трудолюбивыми. ведь где-то, где немножко не хватает каких-то природных качеств, всегда можно добрать упорством. Отлично. Но все-таки вот у нас есть такая традиция у ряда направлений в университете. Дети начинают еще со школы, понимают, есть профильные классы. планируете ли вы создавать подобную систему, чтобы вот было такое сквозное сквозное прохождение, то есть вот человек учится в школе, в каком-то профильном классе, опекаемом институтом, и потом идет в институт. Будет ли такая система? В настоящее время создана школа искусств, где также и дети, и взрослые, они могут получать уже в рамках дополнительного образования, прикладные знания, навыки. Но, тем не менее, сегодня в Республике Татарстан очень распространена сети художественных школ. И это все потенциально наши абитуриенты. То есть у вас будут какие-то, да, в переративе будут какие-то, да, такие варианты? В сентябре стартует школа искусств, и мы предложим, да, образовательные модули. При этом мы еще разработали и также с сентября мы запускаем онлайн-программу обучения как раз для детей, для старшекурсников. Мы видим, что очень много талантливых детей, они в малых городах проживают, и для них не всегда есть возможность приехать к нам в школу искусств, или не всегда есть возможность приехать куда-то в крупный город. Психоте это постоянно. Плюс стоимость обучения и стоимость дороги, это тоже для родителей иногда бывает дорого. Поэтому мы акцентируемся и на онлайн-образовании дополнительным. Хотя мы понимаем, что очень важным аспектом является присутствие наставника рядом в творческих специальностях, но подбираем те формы, которые опробированы за рубежом, опробированы в российских креативных индустриях, чтобы это был максимально качественный продукт познания. Но тем не менее нам важен охват, ведь ребенок в малом городе, он тоже талантлив, и ему нужно немножко внешней помощи, чтобы раскрыть свой потенциал. Главное, наверное, главное, действительно, чтобы все стремились, чтобы получали предварительную подготовку именно на этом онлайн-обучении, да, каких-то там будут специализированы ведь курсы, да, которые и готовят будут ребенка к утуплению, да, вот в этот институт. Да, все верно. И еще такой вопрос, вот ваш взгляд на состояние, такой вам немножко глобальный вопрос, на состояние российской сферы дизайна, что хорошо, что плохо, и чем это все кончится вообще? Мне кажется, что мы сегодня в таком мире, когда границы практически размываются, ведь есть онлайн-технологии, и мы видим, что вокруг очень много творческих и талантливых людей, которые каждый увлечен своим проектом. Поэтому, на мой взгляд, что пока есть запрос на творчество, на самовыражение, на красоту вокруг, то наша профессия будет очень востребована, поэтому про конец, конечно, я пока не вижу я в этом конца. Единственное, на мой взгляд, что мир настолько быстро меняется, что иногда образовательные как раз программы традиционные, они не всегда справляются с тем, чтобы удовлетворять этот запрос максимально быстро. И поэтому вот эта вот сеть учебно-научных лабораторий, о которой мы подумали и реализовали сегодня, она как раз призвана быть максимально мобильными, максимально с предприятиями работать и отрабатывать их запрос. Причем, если мы говорим, первый пункт это про отработку запроса сегодняшнего дня, то мы еще и видим, что во многих компаниях важны специалисты про визионерство, про то, что дизайнер как раз проектирует мир будущего. Возможно, не всегда. Это понятно на сегодняшний день, но тем не менее, вот такие попытки, такие специалисты сегодня в некоторых российских компаниях за рубежом, они... Стив Джоб, например, яблоко, Apple, его видение дизайна, его уникальное совершенное вот визионерство позволило создать продукты, которые вот сейчас уже несколько десятилетий штурмуют покупатели в надежде купить, обладают ими, испытывают эстетическое удовольствие. И может быть действительно у нас в Казани тоже свой доморощенный Стив Джоб появится. Это как раз про смелость новаторого. И все-таки будут какие-то действительно... Будут говорить о Казанской школе дизайна в связи с Казанским федеральным университетом. И вот на такой действительно многообещающей ноте... Конечно, хочется разговаривать, разговаривать, но все-таки на такой многообещающей ноте нам силу лимита времени приходится заканчивать. И я обращаюсь к нашим уважаемым телезрителям новые возможности, новые перспертивы, новая профессия, профессия будущего. И я... Эх, будь я моложе, будь я моложе, я бы с удовольствием, потому что я прекрасно понимаю, что мир будущего это мир действительно дизайна, мир пространственного развития. Мы видим, как изменилась вообще Казань в части пространственного развития. И это город, в котором хочется жить, хочется творить. И если наш Казанский федеральный университет сейчас возьмет определенные высоты именно в этом направлении, то это будет, безусловно, просто вот... Ну, это будет просто шикарно. Поэтому я вас поздравляю с новорожденным, поздравляю с институтом, который откроет двери и в котором будут учить творить, визионерствовать, дерзать, как вы правильно сказали, что вы приветствуете наличие такого мышления дерзкого в этом плане. И, уважаемые зрители, я с удовольствием еще раз констатирую о прекрасном будущем института. С удовольствием призываю вас присматриваться, думать о том, отдать ли детей туда, отдать ли... отдать их туда, где их ведет действительно большое будущее. Абитуриенты, присматривайте, смотрите. Лучшие рекомендации. И я, завершая нашу программу, хочу поблагодарить нашего замечательного гостя, директора Института дизайна и пространственных искусств Набиулина Карину Рашидовну. Большое вам спасибо. А с вами был журналист Казанского федерального университета Альберт Бигбов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Продолжение следует...